Здравствуйте, братья и сестры! Я хочу сегодня поговорить с вами в который раз, в очередной раз, о евангельском чтении, которое посвящено воскресению Христову и Евангелии от Иоанна, где Христос возвращает Петру апостольское достоинство. Помните, Петр отрекся трижды, показал ревность, горячность до страдания Христа, показал себя готовым идти на смерть и на муки, в тюрьму и так далее, потом показал свою слабость человеческую, и потом более других нуждался в утешении. Если все апостолы были перепуганы и смущены, и как овцы, не имеющие пастыря, бродили с понурыми лицами или собирались вместе, жались друг дружке, не зная, что будет дальше, то Петр более других страдал, потому что он к скорби потери Спасителя имел еще в душе глубокую рану предательства, отречения. Посему Господь являлся ему особо. И на озере Генесарецком посреди ловли рыбы Господь обращается к Симону Петру после этой насыщения рыбой, которая лежала на огне, говорит ему Симоне, и он любишь ли меня? Три раза спрашивает Иисус Христос Петра о том, любит ли он его, называет его Симоном, потому что Петром он уже его сейчас назвать не может. Петр – это новое имя, которое Петр получил как имя апостольства, но отрекшись, он уже не Петр, опять он Симон, сын Ионы. Господь спрашивает его, трижды любишь или мя? Тремя вопросами перекрывая троекратное отречение. Существует некая пропорциональность, некая связь, зеркальность некая существует в наших грехах и в наших добродетелях, и поэтому нужно покрывать равным равное. Ну, нельзя, украв сто тысяч, откупиться рублем. Нельзя. Несопоставимы эти вещи, значит, там, жить со света человека, например, и потом кого-то погладить по головке, значит, подумать, что ты уже добрым делом возмерил там с своими беззакониями. Должна быть пропорциональность в грехах и в возмездии. Три раза сказал «не знаю этого человека». Значит, три раза поэтому Господь наносит ему боль, врачующую боль, спрашивая его, «Ты любишь меня?» Обидел Господь Иисус Христос Петра многократным повторением вопроса. «Однако эта обида должна уврачевать его душу». Говорит, «любишь ли меня пачи сих больше, чем эти?» Говорит, «да, Господи, люблю тебя, паси овцы мои, любишь ли меня?» Говорит, «люблю, Господи, паси овцы мои». Говорит, опять, «Симонион, любишь ли меня?» И оскорбился Петр, что третий раз его спросили, «Говорит, Господи, ты все знаешь, ты вся в весе, ты в весе, я колюблю тебя». То есть ты знаешь, что я люблю тебя, паси овцы мои. Говорит ему третий раз Господь. И что я хочу сегодня еще добавить к этому евангельскому благоуханному тексту, который раз за разом читается на наших воскресных вечерних службах. Хочу сказать вам то, братья и сестры, что Христос спрашивает здесь не только Симона Петра. Каждый раз мы читаем это в церкви, Господь через Петра спрашивает и тебя, и меня спрашивает Петр, или Иоанн, или Павел, или Галина, или Мария. Ты любишь меня? И ты слушаешь этот вопрос и находишься все время на суде Божьего Слова. Чтение Евангелия, братья и сестры, это совершающийся суд, поскольку сказано в Евангелии, что слово, которое я сказал вам, говорит Христос, оно будет судить вас в последний день. Это слово звучит, оно читается в храме, оно звучит в нашей совести, если мы знаем Писание, оно провозглашается в проповедях, и оно в момент произнесения судит нас. Судит наше сердце, мы ощущаемся на суде. Этот вопрос, любишь ли меня, он обращен к нам с вами лично. Это очень важный вопрос. Потому что Господь говорит, что имеющий заповеди мои и соблюдающий их, тот любит меня. Соблюдение заповедей – это главный плод любви лично Господу Иисусу Христу. И наоборот, не любящий меня словес моих не соблюдает. То есть, как живет человек, грешно или свято, беззаконно или законно, праведно, напрямую зависит от того, любит человек Иисуса Христа или нет. Потому вопрос очень важный получается, любишь ли меня? Говорит Симон Ионин. А мы пропускаем это имя, как бы думаем, что меня спрашивают. Ты любишь меня? Потому что, если ты скажешь, люблю Господи, то тебе еще раз спросят, ты любишь меня? И ты второй вопрос воспринимаешь уже как бы как недоверие. Потому что, если ты любишь меня, почему ты так живешь? Почему ты не живешь лучше? И ты боишься этого второго вопроса. Все-таки говоришь, люблю. Но ты же знаешь, что люблю. Говорит, и третий раз ты это слушаешь. Ты любишь меня? Потому что, неужели ты лжешь уже третий раз? Какое же люблю? Ну, в общем, сей вопрос заставляет трепетать человека. И в истории были случаи, известные нам, по крайней мере, мне известно по минимуму, в шемере, два случая, когда сей вопрос воспринимался людьми лично, обращенный к ним. Это жизнь двух святителей. Первый из них – Лука Исповедник, архиепископ Симферопольский и Крымский, хирург, чудотворец, исповедник. Ну, дивная душа. И второй – это Тихон, патриарх московский, святитель тоже человек великой веры, большой доброты и великого терпения за имя Христова. Каждый из них в разные периоды своей жизни, стоя на богослужении, слышал это читаемое Евангелие и вдруг ощутил его как вопрос лично мне. У Луки Симферопольского был случай, когда он какое-то долгое время не служил. Это были времена то ли хрущевских гонений, то ли что подобное, когда ему не давали кафедру, у него были сложные отношения с патриархией, и он хирургией занимался, а литургическую жизнь, управление кафедрой вроде бы там не имел. Там какие-то были сложности. Я сейчас, может быть, до конца о деталях так это не вспомню. И однажды он был на службе и слушал читаемое Евангелие, когда вдруг он раздался в голос Иисуса Христа «Любишь ли меня?». И он это Евангелие знал с детства, он знал его на нескольких языках. Он читал его сам многократно. Ничего удивительного и вроде бы нового в этих словах для него не было. Но вдруг душа его затрепетала, как осенний листочек на ветру, и дрожь прошла про нём. И каждый раз это повторяемое «Любишь ли меня?». Третий раз «Любишь ли меня?» Это совершенно необъяснимый трепет вошёл в мои кости, он говорит. И я ощутил себя изменником, предателем. Он долго время, в силу разных причин, не епископствовал. И он в скорости сделал всё от него зависящее, чтобы вернуться на кафедру, получить кафедру, и приступить не только к врачебным своим обязанностям, но и к священническим обязанностям. Не только тела людские лечить, но и души спасать. А у Тихона, патриарха, был такой случай тоже, то ли перед хератонией священнической или епископской, то ли перед постражением монахик. То есть перед каким-то священным событием в его жизни тоже на службе он слышал это чтение евангельское, и оно его тоже пронзило так, как будто это вот ему, как будто вся служба ради него совершается, его спрашивает лично, «Христос, ты любишь меня?» В одной из молитв святого Яна Златоустова, там говорится же у него, «Господи Иисусе Христе, научи меня любить и тебя, от всей души моей, от всё помышление, и творить во всём волю твою». То есть любовь к Иисусу Христу рождает любовь к Его заповедям, рождает желание быть на Него похожим, рождает желание угодить Ему, послужить ради Него, прославить Его имя, разнести по миру Его благодать, приобщить других к Иисусу Христу, потому что нет Христу больше радости, как видеть, что кто-то любит Его, и других к этой любви приобщает мудро, мудро приобщает, не тянет за шиворот. Как из болота бегемота. А мудро, как добрый врач, как любящая мама, осторожно открывает глаза слепому. Это великое таинство. Как нам научиться-то любви, братья и сестры? Размышлянием о страданиях Спасителя. Честным соблюдением Великого Поста, в который мы приносим Богу жертву о всех грехах своих и пытаемся их изгладить, причащаться с любовью Христовых тайн. Праздники господские не пропускать. Читать Евангелие. Стараться делать можно больше добрых дел ближним нашим, имея при этом в виду самого Христа, потому что любое дело, сделанное ближнему, это дело, которое Христос принимает лично от нас, лично себе. Таким образом, я хотел бы сегодня подытожить то, что мы говорим с вами о том, что любить подобает и нужно любить Господа Иисуса Христа, хотя бы потому, что Он нас очень сильно любит. И бессовестно и неблагодарно очень будет, если мы отдадим Ему в ответ на Его любовь, наше холодное бесчувствие. И нужно учиться этой любви, потому что от нее зависит в полной мере жизнь и временная, и вечная. И одно из евангельских чтений, чтение из Евангелия от Иоанна, постоянно напоминает нам об этом. Задавая вопрос апостолу Петру, Христос спрашивает у каждого из нас, спрашивает трижды, как бы глубже, 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 уходя внутрь нашего сердца. Ты любишь меня? Задавайте себе вопрос этот почаще и отвечайте на него честно. Ангела всем хранителя, доброй ночи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин